хочу чтобы все стало как раньше каждого реальность своя и когда мы говорим о том что мы хотим как раньше как правило наш мозг срабатывает в каком контексте я хочу какие-то определенные моменты как раньше вот старайтесь избегать вот этого вот все что такое все все или ничего как у нас говорится на поэтому когда мы начинаем оба обобщать под все мы чаще всего складываем туда какие-то определенные обстоятельства вот над ними и нужно работать чего я хочу и чтобы было как раньше вот здесь нужно четко разделять эмоции ситуации какие-то моменты в вашей жизни и эмоции с ними же связаны когда человек говорит что я хочу чтобы все было как раньше обязательно конкретизируйте и тут мы должны понимать одну интересную вещь очень часто этого хотят люди в тот момент когда они ну скажем так разочаровались в себе они устали они переживают они истощены морально и как правило наталкиваются на ситуации которые не знают как разрешить в текущем моменте и испытывают страх перед будущем вот первый диагностический признак того что у человека снижен уровень стрессоустойчивости и разрушается вот это вот правильное перспективное мышление он начинает говорить я хочу чтобы было все как раньше причем мы понимаем что в анамнезе в жизненном анамнезе этого человека раньше было гораздо больше негативных ситуаций чем вот например в сегодняшнем дне поэтому вот тут чтобы избежать манипуляции мы должны четко понимать с кем мы имеем дело если этот человек манипулятор и он говорит вот мне все надоело я хочу как раньше вот раньше я вот так раньше я вот то то мы должны четко понять святое правило не ведемся на такие манипуляции покивали дали человеку возможность высказаться и все то есть никаких дальше диалогов мы не разводим если мы понимаем что человек ну действительно никогда вот то что называется простым языком не ныл и тут вдруг он хочет вернуть что-то как раньше мы говорим что конкретно ты не хочешь чтоб в твоей жизни происходило сформулируйте вопрос именно так не просто что вы хотите вернуть из прошлого потому что всплывет все даже то чего не было наше сознание к сожалению так устроена а вот задайте ему вопрос немножко в другом контексте а чего бы ты не хотел чтобы произошло в будущем и вот тогда мы поймем а в чем действительно проблема и что из этого бы хотелось как раньше во первых мы ограничим круг выбора то есть человек выбирая из каких-то ситуаций чего бы он не хотел что произошло на первый план выступают страхи однозначно и конечно же из момента вот этих страхов мы определимся чего бы человеку хотелось если он скажет я никогда не хочу быть бедным и умереть в нищете значит у него есть переживания по поводу своего благополучия значит нужно проанализировать а раньше ты действительно был обеспечен богат и счастлив или тебе просто так кажется есть же такая категория восприятия мозгом до человек никогда не бывает так счастлив как ему хочется или так несчастен как ему кажется с нами играет подсознание поэтому вот здесь мы должны быть в том числе и внимательны к себе а что в данный момент с нами происходит мы просто страдаем вот потому что наше эмоциональное состояние в данный момент ну скажем так нестабильное либо мы действительно анализируем ситуацию и понимаем что действительно раньше у нас было вот так а теперь у нас вот так поэтому то что касается здесь очень тонкая грань между самоанализом и самобичеванием очень часто люди заходят в контекст самобичевания и начинают себя накручивать вот раньше у меня было больше свободного времени раньше я вот это раньше я вот то а вот сейчас у меня вот так а дальше еще будет хуже то есть мы понимаем что человек скорее всего он делал что-то что ему тогда казалось правильным и верным а сейчас он зашел в какой-то тупик и не знает что сделать дальше поэтому вот тут мы пытаемся прийти к моменту самоанализа мы анализируем а как было а что было хорошо в том моменте и обязательно нужно проработать с собой или со своим близким вот этот вот контекстный момент когда все было хорошо а что было хорошо а что он как мы можем перенести вот это хорошо в настоящий момент и в будущий на поэтому вот тут мы анализируем свои страхи и возвращаемся к моменту начала а было ли иногда говорят а ну да ну и раньше у меня свободного времени не было и тогда мы понимаем что и раньше ты не был богат насколько бы тебе хотелось но здесь есть самый важный момент удовлетворение потому что прошлое это когда-то будущее и настоящее и теперь просто с течением времени наше настоящее оно просто стало прошлым поэтому мы анализируем в том контексте в котором мы получали удовольствие очень часто люди забывают о том что они были довольны и сейчас им кажется что они были несчастны вот это ложная ситуация в восприятии конкретных событий в своей жизни поэтому когда вы наталкиваетесь на то что понимаете что вы накручиваете себя тем что вам кажется раньше было хорошо а сейчас плохо первое задумайтесь не пересмотрели ли вы контента который негативен для вас может быть вы слишком много читаете новостей может быть вы слишком много прокручиваете информации негативной к сожалению да наш мозг фиксируется на негативе гораздо больше гораздо жестче и конкретнее чем на позитиве фильтруйте обязательно эмоциональная гигиена фильтруйте то что вы читаете фильтруйте то что вы слышите постарайтесь договориться с близкими о гигиене вашего общения не транслируйте негативные новости не транслируйте не какие-то жизненные ситуации с гипотетического контекста а вот ты знаешь если у нас не будет денег что мы будем делать зачем то есть мы должны как вот сейчас модно говорить да здесь и сейчас живите в моменте то есть вот в этот момент у нас сейчас все хорошо и мы попробуем порассуждать как нам это хорошо сохранить что я могу сделать сегодняшнем дне чтобы сохранить что имею и приумножить до того до чего я хочу это второй момент 3 не общайтесь с людьми которые вас высасывают они вас выедают они вас опустошают когда человек эмоционально и морально опустошён негатив к нему прилипает гораздо интенсивнее чем позитив пробуйте и обязательно находите положительные моменты в любых жизненных ситуациях в любых ситуациях там на улице при передвижении в любых моментах связанных с эфирными какими-то каналами на что-то посмотрели найдите то на что можно акцентировать внимание с положительного контекста ну и конечно всегда оставляйте время для удовольствия для общения с близкими со своими детьми с животными помните что наши дети они впитывают все что мы транслируем и очень часто детки приходят с проблемой что у меня все плохо я понимаю что это не у ребенка все плохо у него еще недостаточный жизненный опыт для того чтобы ему было плохо но у него достаточное окружение для того чтобы сделать его мир уже не таким позитивным будьте внимательны к себе к своим мыслям к словам потому что наши дети это отражение нашего эмоционального состояния